Всем привет, на связи Коммандер на Брейнант. Я уже не помню о чем был обзор в прошлый раз, но короче тут будет видео из него и ссылка, и если не видел, то оцени, говорят он 10 из 10. Знаете, я делал все эти обзоры и вы мне писали, ооо смотрел в детстве, помню, классно, такое впечатление, что вы смотрели все, а я в детстве читал, докурил за гаражами, как будто жизнь в мусорку выбросил. Но сегодня мы пойдем против правил, сегодня мы поговорим о том, что смотрел я, так что приготовьтесь получить тугую пахнущую струю ностальгии в лицо. Экстремальные охотники за привидениями. Конечно, еще есть просто охотники за привидениями, у нас их прозвали настоящими. Но правда, кто захочет смотреть обычных охотников, когда у нас есть экстремальные охотники? Знаете, это чувство, когда ты играл или смотрел что-нибудь в детстве, а потом решаешь вспомнить и включаешь любимую вещь, и она оказывается даже не близко такой крутой, какой она казалась раньше. Так вот, это вообще не тот случай. Спустя 15 лет я запустил этот мультфильм, и он буквально снес мне голову. Абсолютно серьезно, он оказался намного круче, чем я его себе представлял, но обо всем по порядку. События мультфильма происходят через много лет после событий фильма. Большая часть горожан думают, что все эти зефирные ужасы были давно и неправда, так что призраки это выдумка. Основные герои фильмов пропали непонятно куда. Остался только Игон Спенглер, который теперь преподает привидений и всю связанную с ними эктоплазматическую хрень на каком-то курсе в университете. К нему на лекции записываются четверо. Кто-то потому, что им интересно, кто-то ради халявного зачета. Но внезапно, во время постройки нового тоннеля, метро, рабочие открывают портал в другое измерение и выпускают сотни призраков. Да, если бы рабочие в моем городе так же усердно работали, может быть я бы не сидел всю зиму без горячей воды и отопления. Но тем не менее, оперативненько Игон рекрутирует своих студентов в Охотников за привидениями. И они возрождают борьбу с потусторонним. На самом деле, надо мной уже смеются друзья, потому что каждый раз, когда мне попадается хороший мультфильм, я начинаю всем писать в личку, какой он классный. И вообще, так что опустим эту часть. Разные персонажи, все супер классные, придерживаются своего характера, на этом построены сюжеты, отличные диалоги и т.д. и т.п. Здесь есть темы поинтереснее. Я не соврал и не преувеличил, сказав, что мультфильм даже интереснее, чем в детстве. А все почему? Потому что тут есть огромное количество либо взрослых шуток, Либо шуток, требующих неплохого багажа знаний. Плюс много отсылок к столпам хоррор-жанра. Да и вообще, просто много серьезных тем и разговорного юмора. Короче говоря, основу мультфильма составляют вещи, которые в принципе не может понять ребенок. Например, тот факт, что Гаррет инвалид, но именно поэтому он так старается всегда преуспеть, задавить свой недостаток. То, что Эдуардо испанец, и это отражается на его характере. То, что Кайли девушка, крайне привлекательная для гиковской аудитории. Я хочу сказать, спросите любого взрослого человека, смотревшего этот мульт, и он ответит, что мечтает о ней перед сном. Да если вбить правило 34 по ней, вы найдете тонны желаемого материала. Но только я вам не говорил. Что могут знать дети о кино и стилизации в свои 8-10 лет? Однако этот мультфильм идеально передает ту самую атмосферу охотников. Да и выравнивает ее постоянным гулким эмбиентом. Вместе они создают крайне жуткое впечатление от мульта. Ну и не забывайте про сам визуальный стиль. Мультфильм создавался компанией Аделаида, отделением Sony Pictures Television. Эта же студия создала мульты про людей в черном и Годзиллу, которые имеют тот же стиль. Но эти чуваки не стеснялись в фантазии и детализации. Все призраки и монстры выглядят очень страшно и могут начать приходить к вам по ночам. Хотя с точки зрения сюжета и самих историй тут нет ничего необычного. Монстр, играющий на страхах, монстр, задающий загадки, монстр, кормящийся людьми, монстр, управляющий техникой и прочее. Довольно интересно и не банально. Но если вы знакомы с жанром, смотрели какие-нибудь байки из склепа и читали пару книг Стивена Кинга, вы все это уже видели. Но есть и светлые моменты. Например, в одном из эпизодов наши герои объединяются со старой командой охотников ради победы над сверхзлом. Кстати, я смотрел мультфильм по первому каналу. Тогда еще там работал Супонев и активно толкал детскую тему. Можете себе представить мультики или детские шоу сегодня по первому после там большой стирки. Звучит как абсолютный бред. Так вот, они перемешали все серии и в итоге двойные эпизоды шли в разнобой. Самое абсурдное, что мультфильм как раз таки начинался с двойного эпизода. Но если первая серия шла действительно первой, то вторую они показали самый последний. Телевидение всегда относилось безответственно к своей работе. Ах да, и я давно должен был прокомментировать дубляж всех этих мультов. Знаете, почему я его ненавижу? Просто, твою мать! Родители могут подумать, что мы смотрим порно. И ведь так во всех мультфильмах на русском ТВ. И эта традиция продолжается и сегодня. Им стоит всерьез задуматься о жизненных приоритетах. Представьте строчку в резюме актера дубляжа. Стонал в следующем ряде проектов. Отвратительно и мерзко! В самом мультфильме, к сожалению, тоже без минусов никак. Довольно сильно раздражает Лизун. Непонятно, зачем он вообще тут нужен. Разве только чтобы развлекать детей. Потому что, наверное, в самом мульте для них явно недостаточно контента. Но все, что связано с ним здесь, не имеет никакой ценности и только бесит. Также анимация не блещет. Все стандартно. Еще раздражает тот момент, что когда они стреляют из своих призрачных пушек, почему-то картинка идет в негатив. Непонятно, зачем вообще это было сделано. Конечно, это потом может превратиться в шутку, и мне будут все время это припоминать. Но все равно, я должен сказать. Экстремальные охотники за привидениями – это пока лучшее, что попадалось мне в этом шоу. Я всем сердцем симпатизировал персонажам. Я был увлечен историями и от души смеялся над множеством шуток. Абсолютно серьезно. Если вы думаете, какой бы детский мультфильм пересмотреть, то это однозначно ваш выбор. Только какого черта вы будете это думать? Лучше задумайтесь о будущем, мать твою, сколько лет, а все мультики в голове. В следующий раз у нас совсем необычный пациент. Абсурдный и сумасшедший мультфильм, который внезапно вырос из видеоигры. Всем спасибо за внимание, с вами был Командер со специальным выпуском мультреволюции для онлайн-журнала об искусстве и науке Брейнант. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать все комментарии мне. Ну и кстати, зацените контент на канале Брейнант. Там со временем появляются все больше интересных людей. И не забывайте, что если вам понравилось это видео, у меня есть свой канал, где больше классных штук. Всем пока и до связи.